Наталья живет в поселке Октябрьский, мечтает водить дочь Алису в 98-ю школу. К ней она относится по прописке, но заведение переполнено учениками. А до другого источника знаний не ближний свет. Сейчас мы ходим в 50-ю школу, которая от нас очень-очень далеко. Поэтому нам это очень неловко. Здесь ходит школьный автобус, туда возим мы сами. Стоим в пробке утром, естественно, потому что весь лесной, власих, осиликатный, все едут в город, естественно, на работу. По словам Натальи, таких родителей очень много. А ведь проблему хотели решить. Возвести пристройку на 400 мест. Даже продвинулись. Но год назад темпы начали падать, а осенью строители совсем бросили работу. Зимой 2020 года администрация города разорвала контракт с подрядчиком, который уже успел освоить порядка 80 миллионов рублей. Теперь задача искать новых строителей. На сегодняшний день там выполнена кирпичная кладка стен, порядка где-то 90 процентов приступили к остеклению. Остается закончить перекрытие спортзала и вся внутренняя инженерная система, отделка, кровля, здание. Аукцион для поиска нового подрядчика хотят провести в начале мая. С учетом оставшихся работ ввести пристройку в эксплуатацию планируют уже в следующем году. И с 1 апреля она принимает заявление на прием первоклашек. Когда эти заявления будут приняты окончательно из первого по пятого, мы узнаем, что какое-то количество детей не попали в школу 98. Эти родители будут предложены места у других школах города по желанию. А что касается организации подвоза, да, сейчас этот вопрос прорабатывается и будет по возможности решен для тех детей, которые будут обучаться в 50-й школе. Дети, конечно, не останутся непрекаянными. Вопрос только в том, как долго будут добираться до школы и как их будут учить. Наталья хочет перевести дочь в школу во Власихе не только потому, что близко, но и потому, что здесь, по ее словам, сильный преподавательский состав. Вот только получится ли? Родители считают, что мест будет не хватать даже после сдачи пристройки. В администрации не согласны. Проверим в следующем году. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком.